Приветствую всех любителей огородничества. Сегодня я буду пересаживать, переваливать свой лавр. Вот, покупала его в таком маленьком горшочке, совсем крошечном. Пожил он так недели две, и надо его все-таки уже пересадить. Вот в такой буду горшок пересаживать. Он тоже мягкий. Вот он мягкий. Потом удобно будет снова. Пересадить, перевалить. А, во что мы будем садить? А, вот во что. Сейчас покажу. Специально продается в магазине. Такая вот пальма называется. Для выращивания пальм, драцен, шифлер и лавра. И даже земляничного дерева. Я купила сразу большой. 101 рубль стоит. 101. Прикольно, да? 5 литров написано. 5 литров, я не знаю, сколько это килограммов. Но не важно. Вот, открыла я пакет. И что мы там видим? Такая вот хорошенькая земелька. С перлитом. Кто-то подумает, что это удобрение насыпанное. Начинают промывать корни. Там купят растения, думают, ой, как напичкали удобрениями. А это перлит оказался. Так что, вот, не ошибайтесь. На дно насыпать надо керамзиту или что у вас есть. И потом будем садить. Аккуратненько. Вот у него уже корни, какие большие. Видите, пора его уже было садить. Грунт этот специальный для лаврушек. Все это продается. Если нет специального, то, по-моему, можно тот, что для кактусов, если я не ошибаюсь. Либо просто универсальный уж тогда, если ничего нет. И вот так вот по кругу надо все утыкать, чтобы было поплотнее. Ну, все. Ушло немножко совсем, потому что потом будем дальше пересаживать. И сейчас я его просто хочу водичкой опрыскать немножко. Ну, просто из спрыскалки. Потому что там вообще сухо было, когда я ком взяла этот. Сейчас придумаю, где он будет жить. Мой лаврик. Все. Такой вот лаврик. Сейчас горшок обутрем и придумаем ему место. И также я сразу пересажу еще и кумкватик. Мне написали, что, ну, в комментариях, что надо плодики убрать, когда пересаживаю. Ну, мне так жалко их срывать. Не знаю, еще не могу решиться. Сейчас я его тоже перевалю и покажу, какой грунт у меня для этого есть. Вот такая вот земля, лимон, питательный грунт, полностью готовый, нейтральный для выращивания цитрусовых, кофе, инжира, граната. 5-ти литровый тоже стоит 83 рубля. Первое время, если вы пересадили в такую землю хорошую, удобрять не надо. Насыпала я туда керамзиту. И сейчас вот на донышко, на донышко. Он достается нормально. Вот тут корни. Все. Как раз вот так вот. Сейчас засыпаем. Мне хватило бы и 2,5 рубля купить пакет. Этот грунт, он тоже специально с разрыхлителем. Сейчас мы тут стол помоем. Вот этот горшок, он тоже, в принципе, мягкий. Лучше садить вот в такие, в разные мягкие, чтобы потом раз, переваливать было удобно. Но этот пластмассовый тоже из него легко потом все пересадить можно. И все так, как обычно действуем. Посмотрим, может быть, и будет расти. У меня рука легкая. Можно святой водичкой полить. Потом, может быть, решусь эти попробовать плодики. Пока не могу, рука не поднимается. Хотя сказано, что с плодиками не надо пересаживать. Ну, ладно. Так, все, сейчас вот дырки надо утолкать. Все эти бока. Спасибо, кто мне, говорю, советовал. Все, как выращивать. Галина Киев, Валера Шурыгин, спасибо. И все остальные. Так, вот это бяка. И все, и, наверное, тоже поопрыскиваю и все. Влажность у нас дичайшая. Ну-ка, сколько у нас? Влажность снизилась дома до 66%, а все лето было 80-78%. Так что, с цитрусом нормально. Мои мандарины, которые я выращиваю, сама сеянцы, в нашем как раз вот климате им самое то. Зимой холодина. Ни листья не опадают, ничего. И еще покажу, но это не в тему. Вот у меня на балконе росла такая вот земляника. Сейчас уже холодно у нас, хоть и застекленный. Я ее в горшок пересадила. Но у земляники такое есть свойство, нехорошее. Ее, когда заносишь домой на зиму, она может почему-то ни с того ни с сего паутиным клещом поражаться. Ну, посмотрим. Листья такие уберу. Это уже там холодно, она начала что-то. О, кошек бешенство. Вот так вот. Все. Такой сегодня у нас денек. Вот такой вот будет мой теперь кумкватик. В большом горшке лаврушечка будет в таком горшке. Надеюсь, с ними будет все хорошо. Потом покажу, что будет дальше. Всем пока!